А что делать, если находишься в ситуации, когда нужно принимать важные решения в жизни, но не понимаешь, в какую сторону двигаться, при том, что нахожусь в большой апатии, и Бога, кажется, рядом нет? Как можно избавиться от того, что я постоянно жалею о всех решениях, принятых в прошлом? Ну, понимаете, во-первых, постоянно жалеть себя, жалеть об этих решениях, понимаете, постоянно себя мучить вот этим каким-то унынием, ошибках своих, понимаете, это невыносимо. Надо исправляться, надо исправляться. Апатия, понимаете, ну апатия, апатия. Зачем вы возитесь своей апатией, понимаете, зачем вы находитесь в этой апатии? Я вот скажу, как можно выйти из апатии, да, как можно выйти из апатии. Ну, у меня есть такой выходной, и я так его провожу за городом, потому что расписание такое, что некуда передохнуть и вообще просто морально даже. И вот у меня состояние ужаснейшее и физически, и психологически, понимаете, и вообще ничего не хочется. И есть такая там, да, много холодной воды, такой, знаете, ну, бассейнчик такой, ну, такие, знаете, они как надувные как-то все. И я до заморозков. Так вот, понимаете, вот я, вот кажется, что у тебя вообще нет силы встать, но ты доползаешь до этого бассейнчика и ныряешь в этот, в этот, в эту холодную воду. Понимаете, уже с последних сил, потому что вообще все кажется, у тебя перехватывает дыхание. Надо такой кружочек проплыть, и когда ты выскачиваешь, а апатии у меня нет, понимаете. Нет, но я говорю не только про бассейнчика, я говорю о том, что надо чем-то из этой апатии выйти. Понимаете, я не говорю, что кто-то, понимаете, если ты не сделаешь вот такие, понимаете, а так, вот понимаете, что буквально нет сил вообще просто встать. Тебя придавливает и физически, и морально, и вообще, ты кажется, что у тебя вообще, вообще нет. Оказывается, есть потенциал, понимаете. А с этой апатия тоже, понимаете, это не окончательный какой-то, понимаете, не окончательный, не окончательный наш какой-то, понимаете, диагноз. Это промежуточный. Батюшка, я тоже, когда у меня такого было, так я под холодный душ. Да, 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 но сейчас нет, я готовлю под холодный душ. И ты стоишь, пока апатия не пройдет. Чем-то хочется. Но хорошо, вы знаете, чтобы это у вас была еще и баня, потом погреться, потому что можно заболеть. Можно заболеть, серьезно. Вот это, но это просто, я говорю просто, как я вот. И понимаете, я видел, что организм тогда заводится. Вот что интересно, вот он уже мертвый, понимаете, уже ничего, уже все уже, он заводится. Поэтому... Вода, 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 она полезна. Сделайте сто поклонов, какая будет апатия. Земных поклонов сделайте. Как хотите, сделайте сто земных поклонов. Вся апатия пройдет, понимаете. Вся апатия пройдет. Возьмите лопату, если вы там где-то покопаете так, чтобы уже у вас не осталось сил. Понимаете, апатия пройдет. Ведь все это... Опять же, я не знаю, но все эти вот термины, как паническая атака, как какие-то, понимаете, апатии, депрессии, какое-то все... Все-таки корень этого всего, что человек себя пожалел. Он поверил греху. Понимаете, человеку что-то кажется. Он что-то надумывает. Он в этом очень верится. Понимаете, что да, действительно, все так плохо. Но как вот отца Николая, вот это слово написанное у него на стенке. Даже в самые темные дни благодарите Бога. Это уже покруче, чем вода ледяная, понимаете, которая сводит дыхание от холода. Это покруче. Благодарить Бога, понимаете, вот в том состоянии, когда ты, понимаете, когда ты в таком, понимаете, уже кажется, безвыходном и безнадежном состоянии. И кажется, что нет. Это внутренняя борьба. Я помню человека, у которого умер два ребенка. Один умер, ну, уже взрослый, он пожилой был, но он был верующий человек, церковный человек. И я вот наблюдал, и у меня была просто, понимаете, такая вот красота. Вот один умер, а потом другой, понимаете. И тем более его там, он умер там, жил один, и там он умер, его долго лежало, понимаете. И гроб там даже, ну, потому что уже человек разлагался, понимаете. И вот я видел, он церковно, он пел в хоре, понимаете, целый человек всю жизнь, да. И вот боролась в нем, да, вот эконом-то на отпевание, он свет, и вот он, понимаете, и слезы, и рыдания, он сдерживает. Он все-таки, понимаете, и это борьба, это настоящее, понимаете. Я думаю, у меня аж дух захватил, я вот это посмотрел, думаю, вот надо посмотреть, как можно бороться, как можно победить, понимаете, верой, вот этим благодатью Божией, горем, которое, конечно же, ну, неизмеримое. Понимаете, вот, понимаете, вот, вот, вот и вся апатия, понимаете. Если у нас будет опора, если мы будем с Богом, кто нас разлучит от любви Божьей? И смерть не разлучит. Вот и цель человека, что когда ты будешь не кто-то, а когда ты будешь умирать, и ты будешь это понимать, и ты будешь страшно мучиться, у тебя будет ниточка, которая тебя будет связывать с Богом. У тебя будет такая опора, и ты вспомнишь о Боге, который тебя любит, и который тебя ждет, себе. Все же для этого. Вот, вот где экзамен, вот где, понимаете, будет уже, понимаете, проверка, чему мы с вами научились в этой жизни. Любишь, не любишь, понимаете. Вот, вот как бы, думая о последних дней, не слышишь. И поэтому все наши апатии, понимаете, да, да ты все время в апатии, понимаете. Какая это апатия, когда ты видишь, что люди не понимают и мучают друг друга. Когда люди, действительно, родные люди ненавидят. Когда семьи, понимаете, разрушаются. Когда, действительно, дети ненавидят своих родителей. Когда родители вообще ненавидят своих детей. Какая тут уже, понимаете, радость. В мире скорбной будет. Но, да вас радуется душа моя, а Господи. Поэтому, дорогие мои, вот для чего мы пришли в храм. Чтобы устоять. Чтобы, действительно, в нашей жизни не было апатий, не было панических атак. И чтобы мы понимали, что узок путь, ведущий в Царство Божье. И вот я помню, опять же, я предпривожу часто слова отца Николая. Я говорю, батюшка, все, невозможно жить. Я вообще, в храме все плохо. Все, 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 все вообще как-то, ну вообще, молиться не то, что не хочется. И вообще, отвращение от всякой молитвы. Я уже не знаю, что, я уже все потерял. А он говорит, все хорошо. А потом, говорит, ну, а потом будет еще тяжелее. Но все равно все хорошо. И, действительно, эти слова вдруг давали силу жить. Что я, мне тебя не скажут, ой, ну ты потерпи, потом будет так все отлично, понимаете, прекрасно. Все, все пройдет, и ты будешь, понимаете, цвести и пахнуть. Нет, будет тяжелее. Сейчас я понимаю, что сегодня, мне кажется, что я уже просто уже иссяк. Но это мне только кажется. И я этому не верю. Понимаете? Если бы сейчас была возможность где-то укануться в ледяной воде, у меня бы появилось столько сил выскочить из этой воды. Поэтому, понимаете, вся наша апатия, да, она неправильная. Действительно, есть страдания, и страдает душа. И мы знаем, что чем ближе ты подходишь к Богу, тем больше твои страдания, тем больше душа твоя будет страдать, понимаете. Спасибо. 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 Спасибо.